И поэтому, друзья, давайте-ка мы уже им передадим слово. Ребята, Игорь, Аня готов. Уже знакомьте нас скорее. Узбекистан с национальной музыкой, с национальными яствами, назовём это тоже так. И действительно, всё это просто пахнет потрясающе вкусным и зажигательным летом. Здесь у нас находится определённое количество представителей региональной, национальной, культурной автономии узбеков Красноярского края. Доброе вам всем утро. Будем, наверное, поочерёдно всех представлять. Для начала, ну, наверное, расскажем про то, что у нас тут. Что здесь представлено у нас, что за карвинг. Праздник Дыни у нас состоится, правильно? Праздник Дыни 6 июля. Просим всем красноярцам приходить сюда, на остров Татышев? На остров Татышево, 6 июля. Скажите, мы знаем, что это вы вырезали, Абдурасул зовут нашего гостя, что это вы вырезали. Насколько сложно было это сделать? Насколько податливо Дыни и Арбуз, в общем-то, для такого карвинга? Работа – это арбуз, ну, 45 минут. 45 минут недолго, но сейчас могу сказать, что мы отгоняем сусликов всеми силами, потому что они уже нападают на наш импровизированный стол. Это всё очень вкусно выглядит, нам очень сложно говорить, потому что слюноотделение невероятное. Да, но давайте подробнее узнаем, почему же именно Дыня становится главной на этом празднике. Праздник называется Кавун Сайли, правильно я сказала. Халжигитов Сайдмурот рядом со мной находится. Он как раз является председателем Совета оригинальной автономии. Но расскажите, почему именно Дыня является национальной, такой главной, наверное, фруктом? Доброе утро, уважаемые красноярцы. Мы около 10 лет назад нам предлагали проведите какой-нибудь национальный праздник в сибирской земле. Подумали, подумали, нашли самый сладкий, самый нейтральный, самый вселюбимый продукт Дыни. Это дар природы, который нравится и старшим, и младшим, и вне зависимости от национальности. Все любят, все кушают, очень полезный продукт, дар природы. Мы хотели это отметить, с помощью Дыни общаться со всеми. Скажите, что будет происходить, помимо того, что, я так понимаю, будет много Дыни? Да, в празднике будет происходить большая концертная программа с участием национальных коллективов края, и артистов из Узбекистана, и молодежная площадка, интерактивная площадка с вопросами, призами, викторина. И детская площадка будет, всякие батуты, детские развлекательные. И под конец праздника будет соревнование по национальной борьбе. Тут около двух тысяч у нас зрителей будет каждый год. И там призы будут, и разных регионов края приезжают. Там всякие независимые национальности участвуют. Это очень зрелищно, интересно будет. Уважаемые красноярцы, воспользуюсь моментом, я вас приглашаю. Завтра, суббота, остров Татышев, начало 12.00. Десятый праздник Дыни Каунсайли Узбекской на Енисеи. С удовольствием мы вас ждем. Будет много Дыни, много музыки, много плова. Вот это очень здорово. На самом деле, все ключевые факторы, в общем-то, это звали, ради которых стоит сюда прийти. У нас есть еще маленечко время с вами поговорить. Нам все-таки такое музыкальное потрясающее сопровождение предоставили музыканты. Я знаю, что это национальные инструменты. Расскажите, что у них за инструменты, на чем они играют. Который в краю стоит? Доу называется. Это доу. Да, на барабанах похоже, но доу называется. А это рубоб, национальный, самый старинный инструмент, который считается это рубоб. Рубоб у нас не инструмент, да? Организация целая, если так по библиотуре считать. А у вас это более позитивная штука. Веселая. Веселая, да. Скажите, ну а вы там, будет какой-то, не знаю, может быть, мастер-класс, или просто повырезаете еще на Дыне? Да, да, да. Пожалуйста, мастер. Мастер-класс. А можно, чтобы сейчас вот быстренько вырезать, буквально за полминуты? Мастер-класс обязательно проводится туда. И там, ну, угощение, вот, в основном, приходите в гости угощения. Ну, попробуйте, проходите, дегустайте. Пожалуйста, приезжайте. Как иностранное слово. Кэринг называется. Вырезка на Дыне, вот, красочные арбузы. Ну, да, вот нам тут уже за кадром сказали, что Дыня, я думаю, что, наверное, многим телезрителям знакома. Знаком такой факт, что Дыня достаточно тяжелый продукт, и лучше его как раз-таки в первой половине дня, с утра скушать. Как там вы правильно сказали по поговорку? Это мудрость тысячелетная. На узбекском звучат так. Хоу не санг сахария, сахария ма санг сахария. Дыня и современная медицина подтверждает, надо утром голодный желудок, Наташа, кушает, тогда больше ползы получается. Обычно все время кушают. Если сами ползы хотят от Дыни, с утра, тогда будет больше ползы от Дыни. Игорь, ну скажи, ты у нас не дыню, а арбуз попробовал. Какие впечатления? Я, знаете, я не знаю, когда созревают арбузы, но вот это просто изумительно. Сладкий, сочный арбуз. Я не знаю, о чем завтракают наши телезрители, но мы сейчас будем завтракать фруктами. И это круто. Берите с нас пример. Ешьте арбузы и Дыни с утра пораньше. Действительно, очень вкусно. Это дар природы такой. Это невероятно, простите, мы тут действительно немного заговорим. Невозможно просто так остановиться, но у вас тоже такая же абсолютно появится возможность завтра. Остров Татышев, мы вам все подробности рассказали. Обязательно приходите, всех ждут в гости. Приятного нам аппетита, а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Позавидуйте нам маленько, реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова